Масштабная выставка трофейного вооружения и техники противника, организованная по инициативе Южного военного округа Минобороны Российской Федерации, торжественно открылась в Махачкале. Открыл церемонию председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и в Риу, командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков. Захваченная техника свидетельствует об успехах вооруженных сил Российской Федерации на полях сражений, о героизме и мастерстве российских солдат. Наши бойцы побеждают, побивая эти машины. Они горят так же, как и горела фашистская техника во время Великой Отечественной войны. Увиденные вызывают гордость за Россию, за наших военных и чувство уверенности в нашей неизбежной победе. На выставке представлены более 20 единиц техники. Боевые машины пехоты, Мартер и М2, Брэдли, украинские танки, военные внедорожники, американские бронетранспортеры и бронеавтомобили. Эту технику захватили в зоне СВО бойцы Южного военного округа на Донецком и Авдеевском направлениях. Отдельно будут представлены разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, стрелковое и противотанковое вооружение противника. Сегодня вы воочию можете прикоснуться к кратному труду и успехам наших вооруженных сил в ходе специальной военной операции. Вам предоставляется выставка трофейной техники, разбита на 6 экспозиций. 18 образцов вооружения и военной техники. Вам расскажут наши представители, где и когда она была захвачена. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что в военной истории России очередной раз развеян миф о непобедимости и несукрушимости западного вооружения и техники. Об обстоятельствах захвата техники посетителям рассказывают сами участники спецоперации. Здесь же работают и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, организован концерт и развернута полевая кухня. Помимо этого, каждый желающий может попробовать себя в роли оператора дрона с помощью VR-техники. Выставка будет работать с 10 утра до 6 вечера с 8 по 10 ноября. Вход свободный.